Доброе утро! Сегодня 16 сентября. Вы смотрите ежедневный обзор валютного рынка Форекс. Во вторник японская валюта подешевела против большинства основных валют. Иену распродают в спекулятивных сделках Carry Trade, покупая за нее высокодоходные активы. Британский фунт в паре с долларом резко снизился после заявления управляющего банком Англии Кинга о вероятном снижении процентной ставки по депозитам. Продолжающееся снижение кредитных ставок Либер оказало давление на американскую валюту в паре с евро. Доллар активно распродавали, покупая на него единую валюту. Сейчас евро торгуется вблизи достигнутых максимумов, сохраняя шансы на дальнейший подъем к уровню сопротивления 1,4719. Швейцарский франк с начала недели торгуется в узком ценовом диапазоне вблизи 9 месячных минимумов. Инвесторы ожидают завтрашнего решения Национального банка Швейцарии по изменению процентной ставки и не спешат усиливать позиции. Как и вчера, сегодня рынку предстоит довольно насыщенный день. Публикуется множество макроэкономических показателей, влияющих на рынок. В 11.15, время московское, выйдут розничные продажи в Швейцарии. Аналитики прогнозируют снижение показателя против предыдущих значений. Затем в 13 часов будет опубликован индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германия. Значения индекса на уровне или выше прогноза могут стать дополнительной поддержкой для франка. В 12.30 публикуются данные по безработице из Великобритании. Среди них уровень безработицы, количество безработных и количество заявок на пособия. Выход этих показателей всегда приводил к активному движению пары на рынке. Если фактические данные по этим показателям окажутся ниже прогноза, фунт получит сильную поддержку. В 13.00 по еврозоне будут опубликованы индекс потребительских цен, а также стержневой индекс потребительских цен. Напомним, если фактические данные по этим показателям превысят прогнозы, курс евро может начать расти. По США сегодня выходит целый блок важных экономических новостей. В 16.30 будут опубликованы уже известные вам индекс потребительских цен, стержневой индекс потребительских цен, а также квартальные итоги по плодежному балансу. Прогноз предусматривает снижение отрицательного значения баланса. Чем больше будет это снижение, тем более сильным станет восходящее движение доллара. В 17.00 к участникам рынка поступят данные по объему покупок ценных бумаг иностранными инвесторами. Прогноз ожидает приобретения облигаций казначейства США на сумму 90,7 млрд долларов. В 17.15 будет опубликован объем промышленного производства и использования производственных мощностей. Аналитики прогнозируют увеличение этих показателей по сравнению с предшествующим месяцем. Если прогноз подтвердится, это окажет существенную поддержку доллару. Таким образом, мы ожидаем сегодня активное движение всех основных валют. Дополнительную информацию вы можете получить на нашем сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.